13 марта был организован первый в 2017 году пресс-тур на строящийся мост через Керченский пролив. Журналистов различных изданий провезли от Таманской стороны до Фарватера. Они увидели первый построенный фрагмент автомобильного моста и смогли пройтись по нему собственными ногами. Поразительно, как строители сумели буквально за год из железа и бетона создать такого гиганта. Эти пролеты, по которым поедут автомобили, автобусы и грузовики, будут создаваться и соединяться друг с другом до тех пор, пока не встретятся у Керчьи и Никальского канала. Руководитель проекта ФКУ Пордортамань Роман Новиков обратил внимание на то, что объект профинансирован на 118 миллиардов рублей и выделение финансовых средств ведется по графику. Скажем так, проект в своей запроектированной по срокам фазе находится. То есть мы выполняем все работы в соответствии с государственным контрактом и с теми графиками, которые определены именно на сегодняшний текущий момент. Если вы помните, вот место, где мы сегодня находимся, ровно год назад здесь забивались сваи. На сегодня мы уже стоим на плите проезжей части автодорожного моста. Порядка 39 пролетов собрано. На 70 пролетах на сегодняшний день ведутся работы по дальнейшей сборке. Ну и, как видите, вот приступили к бетонированию плиты проезжей части. Порядка 5000 кубов из 63 тысяч запланированных на сегодня забетонировано. Именно эти работы на сегодняшний момент, вот на весенне-летний период набирают обороты. Ведутся работы по сборке арок судового фарватера, железнодорожной и автодорожной их части. Мы завершили основные работы по нижнему поясу и сегодня переходим к монтажу сводов арок. Общий объем металлоконструкции 10 тысяч тонн, и на сегодня 5800 тонн уже собрано. Работы также ведутся по графику. Ну и, как мы говорили, на Севмурзаводе ведется сборка и подготовка к работе плавсредства, необходимого для перемещения и монтажа в пролет арок судового фарватера. Сами понтоны на сегодняшний день уже готовы, и на сегодняшний день мы приступили к обустройству этих понтонов, необходимым всем оборудованием для перевозки и подъемки арок в проектное положение. По финансированию отмечу, что объект на сегодня профинансирован в соответствии с контрактом на 118 миллиардов рублей. Из них 55 миллиардов – это принятые к оплате, выполненные подрядчиком работы. И надо отметить, что финансирование ведется в строгом соответствии с графиком, как и по форме его, так и по содержанию, по наполнению финансовой частью. Журналисты фотографировали все, что видели на рабочей площадке, стараясь как можно больше информации передать в своих кадрах и при этом сделать эксклюзивные снимки. Путешествие по технологическому мосту продолжалось. Мы уверены, каждый испытывал внутренний восторг от путешествия посередине Керченского пролива. На второй площадке журналистов встречал директор по строительству транспортного перехода через Керченский пролив у острого газмонтаж Леонид Рыженькин. Всех корреспондентов интересовал один вопрос – как мостостроители работали во время штормов и повлияло ли это на график сдачи объекта? Несмотря на те погодные условия, которые у нас осенью и зимой были, мы неплохо поработали и в этот период. У нас на сегодняшний день уже готовы 264 опоры в общей сложности, из которых 202 опоры – это автомобильные опоры. Это примерно составляет 70% от общего объема всех опор автодорожного моста. При этом мы уже в феврале месяце закончили погружение трубосвай на сухопутном участке номер 1 и номер 2 на косе Тузова. Сейчас, в марте-начале, мы уже закончили погружение трубосвай на острове Тузова. И сегодня на всех сухопутных участках автодорожного моста трубосвай все сегодня погружены. Уже в начале мая месяца отработаем технологию по укладке асфальтобетона на сухопутных участках. И для того, чтобы уже во второй половине года, это где-то август-сентябрь, приступить уже к укладке асфальтобетона на пролетных строениях уже готовых автодорожного моста. В целом, к концу года по автодороге у нас, наверное, будет готово порядка 12-14 километров проезжей части. При этом мы не сбавляем темпов и по железной дороге. Планируем, что порядка 30% опор железной дороги будут у нас уже готовы в этом году. Сегодня у нас работа развернута на всех участках, в том числе и на всех морских участках. Фарваторный участок, он, конечно, наиболее очень сложный. Но мы с вами сюда сегодня еще с вами поднимемся, да, я вам покажу. В целом, из 190 трубосвай, которые в основании этих фарваторных опор погружаются, сегодня уже больше 150 трубосвай погружены. Работы идут в соответствии с графиком. Планируем, что в начале апреля мы уже перейдем к бетонированию ростверка 252-й фарваторной опоры. Вскоре все смогли увидеть фарватор, где возводят самые мощные опоры моста. Тут кипит работа. Мостостроители вяжут арматуру, гидромолот вбивает трубосвай в акваторию. А в это же время, будто не замечая, по проливу ходят буксиры и корабли. Свайное основание каждой фарваторной опоры будет состоять из 95 трубосвай, толщина стенки которых 40 миллиметров. Высота технологической площадки возле фарватора составит 15 метров, а всего высота фарваторных опор будет составлять 35 метров, чтобы судно любой высоты могло беспрепятственно миновать мост. На этом путешествие по мосту закончилось. Вы только представьте, что эти кадры уже стали историей, а когда движение по мосту будет пущено, мы будем снова с ностальгией и новым интересом пересматривать этот сюжет. Алена Свистельникова, Мария Критская, Евгения Щербинина. Специально для Кирчнет ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова